всем доброе утро дорогие друзья с вами павел георгиев и наконец-то наконец-то в египте я увижу то что я хотел я отправляюсь в морское путешествие на дайвинг в общем посмотреть морскую живность и вообще как выглядит все таки красное море поехали а Я отправляюсь в морское путешествие, на дайвинг, в общем, посмотреть морскую живность и вообще, как выглядит все-таки Красное море. Поэтому отправляемся вот на этом корабле вместе со мной, смотрите вы просто до конца, будет много интересного. Ну давайте кратко побежимся по кораблю, здесь у нас баллоны, снаряжение для дайвинга, команда. Здесь у нас есть релакс комната вот такая закрытая и конечно же есть еще наверху комната, точнее комната целая палуба, пойдемте туда тоже заглянем. Так, у нас тут джакузи тут есть, да? И вид на большой палубе. Так, это место для тех, кто хочет сгореть. Да, да, да. Мы с вами на корабле для дайвинга, который отправляется далеко в море и мы будем там плавать. Есть корабль и прогулочник, видите, с правой стороны, где просто люди отдыхать едут, покататься, посмотреть и возможно поплавать с маской. Ну а что, мы с вами уже в двух минутах от отправления, поехали. Так, ну что дорогие друзья, мы сейчас будем совсем скоро погружаться. До этого времени нам нужно, конечно же, пройти инструктаж. Вы не переживайте, даже если вы никогда не плавали, никогда не ныряли. Вам все расскажут, покажут, объяснят и вы точно сможете это сделать. Поэтому не отказывайтесь от этой возможности посмотреть море. И в принципе в любой стране это обязательно надо сделать. Такой красоты вы вряд ли это увидите. Так что очень рекомендую и не волнуйтесь. Перед тем, как нырять, нужно будет подписать вот такой листочек состояния дайвера, где вы указываете все в свое состояние, что вы действительно готовы погружаться. Ну что, друзья, мы все дальше и дальше от берега и уже совсем скоро подплывем к тем местам, где будет настоящий дайвинг. Сейчас прошли полностью весь инструктаж и, конечно же, мы ожидаем классного погружения. Здесь бояться нечего, никаких акул и страшных живностей здесь нет. Просто релакс, take easy, в общем, отдыхаем, мупаемся и ныряем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что друзья, это просто был отличный дайв, было круто поплавать с рыбками, как вам? Напишите пожалуйста в комментариях, я считаю дайвинг это просто стоящая вещь, и если у вас есть сертификат, если будете чем чаще плавать, тем будете открывать для себя более крутые места, более классные виды, подводные конечно. Ну что друзья, мы завели мотор и отправляемся с места дайвинга, обязательно, обязательно берите дайвинг в Египте, потому что такой красоты не везде встретите, это факт, поэтому обязательно попробуйте, даже если вы никогда этого не сделали, это стоит обязательно сделать. Рекомендую друзья, мы отправимся дальше, впереди нас ждет остров, на котором проведем кое-какое время, позагораем, отдыхаем, у нас будет обед, и уже к вечеру будем двигаться в сторону нашего размещения в Пургане. Так что оставайтесь вместе со мной, не забудьте подписаться на канал, не забывайте друзья, что я занимаюсь продажей и оправлением туров онлайн во всей России, поэтому прямо сейчас вы можете перейти по ссылке и посмотреть цены на туры в Египте, в Пургане, в Шамбашей, хоть куда, давайте смотрим выпуск дальше, поехали. Ну все друзья, мы приехали на остров, остров называется Парадайз, и вот за нами приплыла лодка, к которой мы сейчас туда отправимся, проведем там примерно час-полтора. Так все друзья, мы прибыли, друзья мы с вами приехали на пляж Парадайз, поэтому здесь вы можете круто провести свое время, насладиться вот таким прекрасным морем, сделать крутые фотографии, качели, очень много локаций, поэтому сказал бы это инстаграмный романтический пляж, для которого вы точно уедетесь с классными воспоминаниями и красивыми фотографиями, и 100% отдохнете, накупаетесь в этом прекрасном, красивом Красном море. Друзья, ну пляж реально инстаграмный, и такой прям парадайз, где можно по столу посидеть, такой качель. Красота вообще, смотрите, такие шезлонги сделаны, которые можно спокойно укрыться от солнца, смотрите, как они аутентично смотрятся, и здесь есть такие лежачки, и просто вам зонтик, да, какой-то, прям целый домик, кайф, мне очень нравится такое размещение. В многих, кстати, странах есть такого рода пляжи, называются они практически везде одинаково, да, там Парадайз, или что-то связано с этим. Везде такие штучки поставлены, локации для красивых фотографий там и так далее, но здесь все сконцентрировано, мне здесь как бы даже больше нравится и классное море, и классные места, и много таких мест, которых прям хочется посидеть на всех местах и, конечно же, сделать фотографии. Самое время искупаться. Водичка здесь, конечно же, прозрачная, конечно же, теплая, но ветерок в Кургаде везде поддувает, да, и пока жарает, это же хорошо, что не так жарко, а вот когда ветерок поступает, уже, конечно, воду залазить не хочется. Ну, это чтобы вы понимали, потому что в Кургаде абсолютно везде есть ветер, и как бы от этого никуда не деться, поэтому выбирайте максимально теплые месяца, а если что вам сказать по отелям, выбирайте те отели, где инфраструктура сделана таким образом, чтобы ветер, как говорится, вас не беспокоил, чтобы было более закрытое пространство, и таких отелей очень много, например, такие отели, как Сити Джаз, а там очень много-много таких вариантов, где как раз вот ветер практически не дает заходить на территорию отеля. Ну, а так, наслаждайтесь отдыхом, все прекрасно, море классное, красивое, это, конечно, безусловно. Наконец-то я нашел именно море, да, зачем я сюда, собственно, и приехал, чтобы понять, действительно ли оно такое классное, действительно ли оно такое красивое, действительно ли оно настолько богатый подводный мир. И теперь могу точно сказать, что так оно и есть, дорогие друзья, красивое, живописное, теплое, в общем, оно того стоит, и уже не важно, какой отель на самом деле, обязательно рекомендую приехать в какой-то раз в Египет, чтобы самим в этом убедиться. Так, ну все, я тут свое местечко нашел, будем отдыхать. Друзья, скажу небольшое резюме на последнее видео. Если ваша задача отдых, и в большей степени вы акцентируетесь на море, то выбирайте отели, которые с классным, хорошим входом, потому что здесь абсолютно есть разные варианты, есть практически без хорошего входа, или вообще, как говорится, такое море отсутствует, да. Поэтому еще раз разделю на две части. Первая, это цель моря, и делаем ставку на море, и ищем отели с хорошим морем. Или мы не делаем ставку на отель, но делаем ставку на поездки в хорошие, красивые места на море. Соответственно, второй вариант, если вы хотите все-таки больше отдохнуть в отеле, чтобы у вас было все классно, супер, поэтому нужно совместить это, и для этого вы можете тоже поискать для себя те варианты. Если вы сами не можете ниже по ссылке под этим видео их найти, вы можете написать мне напрямую ватсап, задать вопрос, и я или мои помощники обязательно вам помогут сориентироваться по таким отелям, у которых есть и классный отель, и классная территория, и, собственно, классный пляж. Потому что в Хургаде с этим не везде так все хорошо, и есть отели прекрасные, но без классного пляжа. Есть хороший пляж, но отель так себе, да. И сочетание и того, и другого не такое часто. Поэтому еще раз говорю, акцент делайте либо на отель, либо на море, либо море отель, и обо всем этом, конечно же, я вам расскажу. Друзья, еще не забудьте один момент, что в Хургаде частенько, а практически, можно сказать, всегда ветрен. И от этого тоже зависит и время вашего отдыха, и, соответственно, отель. Потому что отель в идеале, вот я поездил по разным отелям, скажу, выбирать надо такой, как будто вы живете, скажем, в коробочке, да, такой, когда территория отеля вокруг, посредине бассейна, и ветра вообще на территории отеля нет, да. Есть очень открытые отели, и, соответственно, ветер продувает полностью всю территорию. Если это лето, жарко, вообще вопросов нет, это ветерок только играет плюс. Но, если у нас наступает более холодный период зимний, да, январь месяцем и так далее, будет некомфортно постоянно находиться на ветру. Частый вопрос сейчас мне в Инстаграм поступает, пока я нахожусь здесь в Египте, о том, что делать в Египте, в чем заняться, помимо отельного отдыха. На самом деле, друзья, наверное, самый главный отдых – это дайвинг. Те, кто еще ни разу не пробовал, обязательно его попробуйте. Те, кто боится дайвинга так или иначе, обязательно попробуйте снорклинг, съездить на эти же экскурсии, где есть дайвинг, да, вы просто пройдитесь к подводному миру. Такого подводного мира, ну, не везде, далеко не везде встретите. Тем более, при сейчас не всех открытых странах Египет, конечно, здесь будет выигрышным. А вот если отправляться вам куда-то в далекие, путешествия типа на пирамиды, да, Луксор и так далее, здесь уже, конечно, надо подумать, потому что это будет достаточно продолжительная экскурсия. Она, естественно, будет и чуть дороже, да, чем, возможно, вы планировали, и по времени, ну, более затянутая, поэтому, если вы берете свой отдых, там, не знаю, одну неделю, я не вижу смысла никакого уезжать отсюда, лучше насладиться пляжем, морем, дайвингом, не знаю, в том числе даже в кухне, да, местной и так далее, этим, чем расписывать такую себе длинную программу. А в другом случае, если вы хотите посмотреть все-таки пирамиды и так далее, да, можно взять более длинный отпуск, да, возможно, совместить его с Каиром в прилет, да, в Каир, или с вылетом из Каира, то есть такие туры также есть, обо всем, вы знаете, где спросить, ниже под этим видео или по, по-моему, прямому ватсапу, также, который находится под видео. Давайте с вами прогуляемся по территории пляжа, посмотрим, какая здесь инфраструктура и какие есть классные места для фоточек. На всей этой территории пляжа Paradise есть основные, наверное, места. Это ресторан, бар, ну, логично же, туалет, место, где можно отдохнуть, поплавать и где пофотографироваться, сделать классные фотографии. Сейчас мы с вами добежим до бара, посмотрим, как он себя представляет, какое есть меню и дальше прогуляемся по фотозонам. Друзья, вот мы в одном из баров, здесь вы можете, сказать, напитки и какое-то меню, что-то перекусить в виде хот-догов или пиццы, все это может приготовить. Средняя цена, наверное, вот если мы говорим про пиццу там и так далее, где-то в районе 6-7 долларов, ну, и напитки там по 3 доллара плюс-минус. Поэтому, если вы сюда приехали, можете здесь что-то заказать, да, может быть, что-то с собой захотите взять, но я уверен, что находясь на пляже, и сейчас мы перейдем с вами к другим всяким вот частям, захочется взять какого-нибудь коктейльчика и посидеть, например, вот здесь. Уверен, что вам захочется именно так и провести время, и поэтому мы пойдем с вами сейчас, пройдемся по фотозонам. Ну, я уже считаю, что уже вот такие места в кафе уже некая фотозона, где можно классно пофотографироваться, посидеть, попить коктейльчика, взять себе, например, вот в таком ананасе, да, с трубочкой, в общем, красота. Здесь у нас, как видите, есть зона для пляжного волейбола, ну, понятно, в такую жару никто не хочет играть. Кстати, кстати, хотел отметить, здесь песок, у нас не песок, а мелкие, скажем, кораллы и ракушки, и из-за этого он вообще не горячий. Видите, я хожу спокойно, босиком, время час дня, жара, солнце, но песок не горячий. Вот нам пришли к первой фотозоне, посмотрите, какие классные крылья. Уверен, что вы захотите не только покачаться, но и сфотографироваться на таких интересных объектах. Плюс отсюда открывается классный вид на пляж, на зонтики и на синее море. Ну что, давайте двигаем дальше. Здесь у нас по дороге, мы были в баре, пришли вот на эту качелью, в виде крыльев ангела, да, и сейчас у нас здесь ресторан. В данный момент он не работает, открывается ближе к вечеру, но, тем не менее, меню, как и говорил, есть полноценное, чтобы вы перекусили в баре. Здесь у нас присутствует, как вы видите, детский городок. Понятно, что под палящим солнцем, наверное, смысла нет, но, тем не менее, как бы городок здесь есть. Мест для фотографий здесь, друзья, очень много. Действительно, пляж бы я даже назвал не только Баррдайз, но и романтик пляж, потому что много мест, сказал бы, романтических, где можно сделать классные фотки. И сюда приехать можно, я так понимаю, и с отдельной экскурсией. Ну, у нас, видите, своя собственная программа была, у нас был дайвинг плюс пляж. Я думаю, наверное, какая-нибудь программа есть и по All Inclusive, по Египту и дайвингу. Наверняка вы найдете ее у туроператоров или других агентств, которые вам это предложат. Ну, и как же любой пляж без гамачка, а? Ну, и вот такая качель, как вы поняли, на которой можно покачаться, посидеть. Ну, я думаю, такие фотки больше подойдут для девочек, чем для мальчиков. Это будет выглядеть комично, если мальчик в такой качеле будет качаться. Я пока хожу, смотрю, многие приезжают сюда, искупаются, там пляжи парадайса, а дальше уже идут фотографироваться, искать для себя интересные локации, где поменьше людей, побелее пляж там и так далее. Вот здесь прям белый песочек, если прям сделать классный ракурс, получатся крутые фотки, прям, поверьте. Здесь, как вы поняли, приезжают большие корабли. Я говорю, у нас был с дайвингом совмещен, возможно, и у других такая же программа. Дальше стоят вот такую большую лодку, доставляют до корабля, и, соответственно, далее вы уже отправляетесь в другие места или уже, соответственно, домой в отель. Вот мы с вами сделали такой кружок. Как вы поняли, у нас есть много локаций, гамачков, качель. Вот здесь еще качели, есть корабли. Вот новую партию туристов привозят на пляж отдохнуть. Поэтому вы точно если отдохнете, я не знаю, сколько вам потребуется времени. Я думаю, пару часов вполне достаточно, и можно отправляться дальше. Друзья, ну и, конечно, любое плавание сопровождается обедом или ужином. Ну, в нашем случае это будет обед. Пойдемте, покажу, что мы будем кушать. И вы тоже будете делать то же самое, такую экскурсию. Вот такой морской обед ждет вас на корабле после дайвинга и пляжа. Итак, друзья, у нас следующая остановка. Следующая остановка у нас рыбалка. Мы остановились в очень интересном месте, опять же, с прекрасной прозрачной водой. И прямо сейчас будем закидывать свои снасти и, возможно, что даже поймаем. Все, вот такая вот маслесочка. Сейчас будем закидывать. Так, друзья, решил сменить мазь. Может быть, здесь будет лучше. Так, друзья, у нас еще одно развлечение в этой программе. Это катание на бананах и, соответственно, на таблетке. Камеру не знаю, как взять, потому что я хочу покататься, не управлять этим. Поэтому посмотрим, какие получатся кадры. Но я думаю, вы сами знаете, что кататься на банане на таблетке – это очень веселое такое. Ну что, друзья, было отлично погонять. На таблетке было даже веселее, чем на банане. Отправляемся дальше. Ну вот и закончилось, друзья, наше морское путешествие. У нас был классный дайвинг, снорклинг, классный-преклассный пляж, как вы помните, да. Что хочу сказать, друзья. Обязательно в Египте возьмите морскую прогулку. Да и вообще, в принципе, в любом морском курорте. Это стоит того. Вы посмотрите крутой подводный мир и просто будете счастливы. Потому что такие поездки как раз и заряжают вас счастьем и эмоциям. Не забывайте, что я занимаюсь продажей туров онлайн. Все ссылочки есть под видео. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Телл. Пока.